Первая мировая, гражданская, отечественная, сколько войн пришлось пережить русской земле, не сосчитать. О каждом событии написано множество книг, стихов, песен. Но сколько бы их не было, это прошлое. И чем дальше мы от него, тем туманнее оно перед нами предстаёт. А если взять поколение 21 века, то им и вовсе не интересно, им его просто не понять. Именно поэтому с целью наглядно показать и рассказать, как это всё было, и устраивают реконструкции военных событий, самых ожесточённых, важных для истории и для государства событий. Именно по этой причине в посёлке Красногвардейский приехали гости из разных городов – Екатеринбурга, Новосибирска, Шадринска – дабы показать прошлое в настоящем. Вместе со мной в посёлке Красногвардейский, в бывшем Ирбитском заводе, находятся мои коллеги, мои товарищи по военно-историческим клубам. Здесь сегодня у нас собралось три военно-исторических клуба – Екатеринбургский, Горный щит, Шадринский, Штандарт и Новоуральский клуб. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы произвести реконструкцию и напомнить жителям Красногвардейска, бывшего Ирбитского завода, о событиях, которые происходили на этой земле ровно 95 лет тому назад. Надеемся, что это произведёт впечатление на всех гостей этого мероприятия. Надеемся, что в первую очередь это будет интересно молодым людям, школьникам, которые воочию, вживую увидят картины прошлых боёв, которые происходили на этой земле 95 лет тому назад. Но почему называют этот посёлок Ирбитским? Ведь это Красногвардейский. Это тоже история. Именно в то далёкое время знакомый нам посёлок носил название Ирбитский завод. И именно за него полегло немало красноармейцев или красногвардейцев. На этой территории шли ожесточённые бои, которые продолжались полтора месяца. Со стороны Красных Ирбитский завод оборонял 1-й Камышловский полк, которым командовал командир полка Черных. Со стороны Белых на Ирбитский завод наступала колонна белых войск из сборных подразделений трёх полков. И общей этой колонной, которая называлась «Правая колонна», командовал полковник Киселёв. Собралось всё население – гости, солдаты, боевая техника с надписью «Борец с контрреволюцией». Даже дети принимали участие. И добавим, что подобное событие проходит уже не первый раз. И в будущем планируется выступить в рамках областной программы, а не муниципальной. Уважаемые господицы, уважаемые господицы, очкишившие в ресурсе в нашем жилете. Третий раз на территории нашего жилета проходит военно-историческая реконструкция «Ирбитский завод» год 1918-й. Для тех, кто впервые на этом нашем жилете, я хотела бы немножечко спросить, почему именно так называется наша реконструкция. Дело в том, что до 1937 года наш посёлок носил название «Ирбитский завод». И только в 1937 году он был перевернув в областной Москвой свеки. Поэтому отсюда и название. Так как историческая справедливость, она требует поэкспортировать название «Няняня». По-моему, мероприятий, которые сегодня происходят вверху. Я благодарю вас и всех участников социальных мероприятий этого мероприятия. Но особые слова благодарности мне хотелось бы сказать в адресе реконструкторов, которые сегодня присутствуют на нашем мероприятии. Огромное вам спасибо за то, что вы ехали, за то, что вы с моей работой, мы создаёте историческую деятельность, оставляя весь мир на своем местах. Я надеюсь, что наши с вами сотрудничества в дальнейшем будут отношения. Также Татьяна Литвиненко выразила глубокую благодарность всем тем, кто помогал в организации данного мероприятия. А это Анна Тряпочкина, Константин Бороздин, педагоги школы и школьники, а также администрация Артёмовского городского округа. «Уважаемые участники мероприятия, очень приятно присутствовать на таком, можно сказать, военно-историческом событии для каждого жителя посёлка Красногвардейский. И хочется от имени главы Артёмовского городского округа поблагодарить всех организаторов и участников данного мероприятия. В лице Татьяны Прокопьевны хочу поблагодарить, конечно, за патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. И мы видим, что сегодня на мероприятии присутствует много молодёжи. Именно такие мероприятия позволяют нашей молодёжи углубиться в ту историю, которая проходила на территории посёлка Красногвардейский. И, конечно, каждый с уважением будет относиться к своей малой родине». Но это ещё не всё. По старой доброй русской традиции нужно возложить цветы к памятнику тем, кто отдал жизнь за мирное будущее. И этим самым остался в нашей истории. Добрая им память и залп в их честь. «Память падших на гражданской войне. Огонь! Знаки!» И вот боевым, строевым шагом колонны солдат двинулись на место трагедии. Это окраина завода, бывшая деревня Боярка, с восточной стороны на шоссе, которая идёт в сторону села Шмаковского. Именно здесь, недалеко от реки, это и произошло. Белые нападали, брали в плен, окружали, и бойцы Красной Армии заняли оборонительные позиции и не подпускали врага к окраинам завода. Хотя патронов было очень мало, но дух русских велик, и они всё преодолели. И вот как описывают эти события сами участники. Здесь мы сегодня представляли бой, который развернулся в сентябре 1918 года между обороняющимся 1-м Камышловским полком и наступающими Белыми. Мы представляем роту венгров-интернационалистов, которые воевали на стороне Красных, на стороне Камышловского полка. Я здесь, скажем так, представляю медсестру Белой армии. Форма у нас соответствует гражданской войне. То есть форма была та же, что и в Первую мировую войну. И вот таким образом наш Екатеринбургский клуб пытается реконструировать события того времени. Очень интересно в данном мероприятии то, что нам дано здесь почувствовать примерно то, что чувствовали солдаты на тот момент. Естественно, то, что мы уверены, что с нами ничего не случится, это, конечно же, облегчает нашу участь. Но вот все-таки на полях сражений мы, наверное, пытаемся понять истинную историю, то, что было. Мы уже не раз приезжали в Красногвардейск. Нам здесь очень нравится. Большое спасибо, большое спасибо, просто душевное спасибо Косте Бороздину. Я – командир Красной Армии, рабоче-крестьянской Красной Армии. Конечно, столько эмоций, что не каждый найдет слова, чтобы описать происходящее. Тогда зачем слова, когда можно спеть? Но лишь песни той далекой непростой эпохи, какие можно было услышать на деревенской заваленке. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь же можно было отобедать солдатской перловой каши с мясом, вкусить ароматного чая из дымящих самоваров и испробовать солдатский суп. Кроме этого, был устроен музей под открытым небом, где все желающие смотрели на старинные денежные знаки, военное оружие того времени, старые фотографии. И все получили листовки, которые специально напечатали для этого события на языке 1918 года. День получился очень запоминающимся и насыщен эмоционально. И все с нетерпением будут ждать следующего года, ведь мероприятие уже стало традицией.